Друзья, добрый день и добро пожаловать на финальную, заключительную часть неубиваемых. Сегодня мы подведем итог всего моего двухгодового владения этим автомобилем, подобьем конкретные цифры, сколько это стоило нам, все эти ремонты неискончаемые, сколько стоило вообще суммарно владение автомобиля за эти два года и подобьем итоги, ну, выполнили ли мы задачи, которые ставили изначально перед проектом или нет. Все это увидите, погнали. Итак, давайте с вами разберемся конкретно, сколько, чего мы починили, на сколько денег, сколько у нас было поломок там и так далее, и так далее за два года и там 25 тысяч пробега примерно. На самом деле, этот весь пробег был в первый год пользования, в втором я практически на автомобиле не ездил, но, тем не менее, ее и чинил в этот пробег. И прежде чем подводить итоги, давайте вспомним вообще, с чего все началось, нафига я купил тот автомобиль и что мы хотели показать этими видео. Я всегда считал, что с людьми, которые хотят купить 15-летний немецкий автомобиль, что-то совсем не так. Настоящий немецкий автомобиль, сделанный качественно, с неубиваемым движком, с неубиваемой коробкой, с прочной подвеской, сделан на века вообще. Я так не считаю. Этот автомобиль я купил не потому, что я его сильно хотел или потому, что он мне был сильно нужен, нет. Очень много людей пишут в личку до сих пор и постоянно. И я так понимаю, что это никогда не прекратится, просто, ну вот, правда жизни. Можно ли купить за 300 тысяч, за 300-400 тысяч немца без вложений? Самое важное, что, ну, нафига покупать автомобиль, в который вкладывать, можно же без вложений найти. Можно ли купить какого-нибудь старого немца по типу Е46, Е39, А4, Б6, может быть, там, Б7 за чуть подороже, С5, А6 и вот бла-бла-бла-бла-бла, туда же Мерседеса отправляется. Можно ли купить вот это вот, чтобы ездить, но при этом, чтобы это сильно не ломалось, и вот там за 300 тысяч, за 300-400 тысяч рублей, чтобы было все огонь. И ради этого я, собственно, и покупал этот автомобиль, чтобы показать, каково с ним, собственно, жить. И вроде бы, блин, да, тема уже, ну, блин, всем понятная. Вроде бы все понимают, что, да, старый немец, там, британец или любой другой сложный технический автомобиль покупать старым, это затея глупая. Но, тем не менее, появляется фигова гора людей, кто все равно, так или иначе, надеется на то, что найдет машину без вложений и что все будет классно. А если даже и какой-то ремонт потребуется, то, посмотрев какие-нибудь агрегаторы запчастей, увидели, что, ммм, колодочки стоят 500 рублей, поэтому, наверное, запчасти-то недорогие, и так далее, и так далее, и думают, что так, собственно, все запчасти стоят, и так далее. И вот давайте просто прикинем и разберемся, сколько стоил ремонт этого автомобиля за два года в моей эксплуатации. Как вы помните, первая тошка была, когда мы ее просто привезли, я тупо там поменял масло, поменял фильтр, купил резину, и это стоило 30 тысяч рублей. Дальше была тошка уже покрупнее, где мы поменяли подвеску всю полностью, насос, гур, передние опоры двигателя, масло в автомате, прокладка поддона, ля-ля-ля-ля-ля-ля, стойки, втулки, масло, прокладка клапанной крышки, пыльники и рулевую рейку. Вот, это все дело нам вышло еще в 105 тысяч рублей. Притом это только по запчастям, работа еще по замене всего этого дела нам стоила еще 30-ник. Дальше. Дальше была мелкая тошка, типа поменял масло, лампочки, ксеноновые, бла-бла-бла, я его даже практически не учитывал, она тут стоит типа 5 тысяч рублей, как бы и фиг с ней. Дальше было очень большое то по мотору в турбоворксе, где мы поменяли все сальники абсолютно, мы поменяли распредвалы, мы поменяли цепочку между распредвалами, поменяли ГРМ, помпу, все опоры, моторы, коробки и еще там куча всего по мелочи. Вся эта итерация вместе стоила 140 тысяч только по запчастям, потому что парни за работу денег не взяли, они просто решили нам помочь, как бы и поучаствовали в всей этой движухе. Дальше уже идет то, что я не показывал, он именно сам процесс ремонта, потому что это были мелкие ремонты, но они все вместе набегают на довольно-таки приличную сумму. Мы поменяли блок АБС, точнее сначала мы его отремонтировали, потом, так как ремонт не помог, поменяли. Стандартная проблема ВАГа в 2000-х годах, А6, А4, Б5, Пассатов. В общем, замена блока АБС, плюс еще одновременно с этим отремонтировали шкив генератора, это стоило 20 тысяч рублей. Потом перед коробкой, перед тем, как сломалась коробка, я поменял радиаторы и шкив коленвала передний, это стоило еще 20 тысяч рублей. Недавно я совсем махнул лабаж за десятку, ремонт коробки дважды, там так получилось, объясню чуть дальше. Дважды ремонтированная коробка стоила еще 80 тысяч рублей. И, по-моему, вот так-то все. Понятное дело, что еще было там куча, что мы там меняли масло, антифриз, меняли там еще что-то по мелочи, но я дома подобью полную стоимость по чекам, и вот вам здесь сейчас появится цифра суммарного ремонта за два года. По моим ощущениям, это что-то 400-450 тысяч рублей, но вот вам сейчас тут будет точная цифра. И вот ключевой момент, на который я еще обращал внимание в первых видео, что все эти автомобили, вот таких, ну, которые сложные технические, которые старые, они чинятся по принципу, что вот когда машина встала, когда уже, ну, невозможно дальше ездить, тогда ее там что-нибудь там подшаманят, чтобы она хоть как-то дальше передвигалась. При этом запчасти ставятся, ну, максимально разборочные, какие-нибудь китайские, дешевые там, ну, и так далее, и так далее. Вот все вот это, что я с автомобилем сделал, по факту я мог этого не делать, ну, кроме коробки. То есть единственная поломка, когда автомобиль встал, это была коробка. Все остальное, да как бы, ну, лобаж треснутый, да и хрен с ним, как бы видно же через него, видно. АБС не работал, да и ладно. Много же кто вообще предохранителей вынимает, чтобы АБСа в целом как бы не было в автомобиле вашем. Ну, вот так-то машина тормозилась, не было все в порядке, АБС просто не срабатывал. Ну, и спидометр не работал от этого. Вибрации по кузову, да и хрен с ними. Нафига снимать мотор и менять все подушки. Мотор течет со всех сальников вообще абсолютно. Ну и ладно, масла-то не доливаю, не доливаю. То есть хватает, хватает. Там у меня ТОшки я раз в 6 тысяч делал, и все. Хватает масла, хватает. Она даже практически не меняется. Так зачем менять сальники? Зачем? Не надо. И так далее. Распредвал тоже бы еще пожил. Но просто я не могу ездить на автомобиле, которые технически неисправлены. Когда я понимаю, что что-то работает неправильно, это нужно починить. Если подвеска гремит, я не могу ездить на автомобиле спокойно. Мне нужно его починить. А в этих автомобилях, вот вы тем чувакам, которые орут в комментариях громче всех, что типа, да ну, у меня идеальная машина 20-летняя, и все там, это типа, я вложил там 50 тысяч рублей. У вас может быть действительно такой автомобиль, но вот съезди и посмотри, что продается в твоем городе вот среди вот таких вот тачек за твои же деньги. И вот в данный момент я себя чувствую в автомобиле нормально. Заснеженная парковка, квадро и самое главное липучка. Без шипов. Вот это самое веселое в зимних. Давай, 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 давай. Она очень послушная, она мне очень нравится. Вот именно зимой, когда лед, когда снег, все здесь каша. Настоящий полный привод. и все мы едем балансируем на заднем приводе ну намного сложнее это делать до заднем приводе может быть веселее потому что жопа более подвижная но на квадро все прям ну очень стабильно то есть ты вот прям вот все легко ты понимаешь куда вертите руль ты понимаешь как работать газом все прям офигенно при условии если у тебя все правильно работает все с технической точки зрения но блин мы поменяли все что можно единственный узел куда мы не залезали это редуктор но и в целом как бы полный привод он приводы сами там и так далее и там один шрус все-таки махнули все все остальное здесь я туда лазил мы там ковырялись ремонтировали делали и так далее всю машину мы перебрали осталось только внешка но внешка я уже просто заниматься не хочу и не буду то есть я сейчас будем мы просто будем продавать и все но это потом самое главное самый главный смысл что когда вы хотите купить такой автомобиль и действительно думаете об этом во первых первое сразу отбрасывайте мысль что вам у вас получится купить тачку без вложений и что это будет стоить очень очень дешево случае с немцами нет забудьте только если вы купите после какого-нибудь сумасшедшего просто человека который просто очень щепетильно относился к автомобилю менял там все вот прям при первой же возможности там в очень хорошие запчасти и так и так далее но вам такой автомобиль дешево не продадут вот и все то есть вот такая b6 там просто в идеальнейшем состоянии что по кузову что по технике она будет стоить там 1500 600 это уже но как бы смысл это уже ценник б седьмого поколения какого-нибудь такого и второй момент что в любом случае вам что-нибудь придется делать не получится просто ездить менять масло и все в любом случае из-за возраста уже что-нибудь будет работать неправильно где-то будут запчасти стоять не такие что все равно отвалится и так далее и так далее вам все с этим придется разбираться и все эти деньги которые вы будете тратить на автомобиль они к вам не вернуться никогда они стоят по 300 400 тысяч рублей уже все живые неживые без разницы и это не будет меняться не важно совершенно сколько вы валите в автомобиль вы дороже его не продадите в этом как бы вот вся суть и самое главное что я еще не говорил то что мы этот автомобиль купили за 150 тысяч рублей на момент пятнадцатого года на на рынке автомобили биты стоили по 200 то есть мы купили эту тачку очень дешево я понимал прекрасно в каком она состоянии но мои надежды во поводу того что там за 200 тысяч у нас получится отмахаться от всего не оправдались мы я ошибся ровно в два раза с хвостом но в целом за 150 тысяч рублей мы купили ее очень дешево просто вот было такое предложение мы такие ну почему нет это вот кстати к тем людям кто кричал что подборщик вот себе купил такой какой из тебя во первых автомобиль покупался специально неисправный второе он так или иначе все равно покупался очень дешево живые тачки что тогда что сейчас они вот стоят там 300 350 тысяч рублей примерно вот в таком коридоре и даже несмотря что я проехал фиговую кучу сервисов мы оставили там фиговую кучу денег ценник конечный сильно не изменится и вам в любом случае если вы хотите купить какой-нибудь такой автомобиль вам в любом случае нужно привыкать к тому что вам нужно будет знать абсолютно все сервисы рядом с собой кто занимается подобными тачками всем магазин автозапчастей и так далее так далее и в том чтобы найти нормальный сервис рядом с тем местом где вы живете и в том городе в котором живете вам может помочь автору как собственно помогли и мне в свое время на автору есть раздел сервисы где указаны все автосервисы и там есть рейтинг есть отзывы есть то чем занимается конкретно автосервис это вообще в целом очень удобная штуковина куда вы можете зайти и найти все что вас интересует и запчасти и услуги и все что может быть связано с обслуживанием вашего автомобиля ссылочку на сервисы я оставлю в описании таким образом если мы все сложим и стоимость покупки автомобиля и стоимость сколько мы потратили на ремонт и там докинем страховки бензин и все такое то мы получим сумму выше 700 тысяч рублей и вот как бы тут тут не будет никаких эмоций таких что вот как же я так мог я все прекрасно понимал и про это я всегда и говорю конечно же скорее всего если вы купите автомобиль какой-то подобный да в подобном теченьском состоянии вряд ли вы столько в него потратить чисто потому что вы не будете так заморачиваться как я скорее всего потому что я менял все что мог вот до чего могли докоснуться все меняем все новое единственная бушная запчасть в этом автомобиле это распредвал 1 это как бы он был совершенно нормальным и нашли классный прям бушный он прям вообще от нового практически не отличается все все остальное вновь и все остальные запчасти ставились новыми и при этом ну где-то оригинал где-то очень хорошие заменители здесь никакой одни китая ни кореи ничего такого вообще нет но и конечно же на поведение автомобиля это сказывается прям очень круто та тачка которая была у меня два года назад только водка который вы пригнали из твери и тот автомобиль на котором еду я сейчас это два кардинально разных автомобиля ну вот собственно и все это парковка моего дома и вряд ли на ней буду больше ездить может быть прокачусь еще по раз она конечно классная теперь ну серьезно то есть приятно вот только фарами моргает но эти этим я скорее все тоже займусь уже после кадра в общем машина уходит на продажу мы ссылку на автору я повешу в описании на объявление мало ли вдруг кто-то из вас захочет ее купить да и собственно все на этом неубиваемые заканчиваются и я не уверен что неубиваемые заканчиваются в принципе вполне возможно будет второй сезон я еще пока на этим думаю но с этим автомобилем мы все все на этом все напишите в комментарии что вы думаете по этому поводу обязательно ставь лайк если тебе понравилось и и увидимся пока